Меня зовут Константин Бузгов, я руковожу отделом клинической компании Астрозенека. И мне еще так повезло, я в прошлом году участвовал в международной инициативе внутри Астрозенеки по реструктуризации и трансформации РНД-подразделения, поэтому я немножко окунулся в чудесный мир будущего клинических исследований. И, в общем, сегодня я надеюсь, что у нас будет интересный разговор про то, как эти тренды клинических исследований глобальные будут отражаться на нас. И что самое главное, мы должны здесь, в России, делать для того, чтобы достойно встретить эти изменения, эти вызовы. Во-первых, здорово, что мы говорим про будущее, про инновации, про изменения. Мне кажется, что этих слов в последнее время как-то больше вокруг нас. И это здорово, потому что быть обращенным в будущее – это правильно, быть обращенным в прошлое – это полезно, но везде нужна мера. И мне кажется, что если мы посмотрим вокруг себя, инновации нас как бы окружают на самом деле. Мы хорошо знаем на самом деле, что такое инновации. И, ну вот, пример, скажем, музыкальной индустрии и многих других, таких как, например, кино и любая аппаратура, какая вокруг нас, они все, примеры этих индустрий, говорят о том, что очень радикальные изменения происходят каждый год. И люди, которые работают в этих компаниях, они постоянно на чеку, они постоянно сами инициируют изменения, они постоянно меняются. Мы в клинических исследованиях чуть меньше, как мне кажется, инновационны. Вот, да, ну вот на этих картинках вы видите, что это способ, как зарабатывали разные индустрии. Вот они, музыка, они зарабатывали на концертах, потом они стали продавать CD, теперь они зарабатывают на стриминге, ну, кино, да, они зарабатывали на кинотеатрах, потом на рекламе в телевизоре, теперь на платных каналах. Вот, то есть у них как бы три раза за последние 15 лет полностью изменился бизнес. Все компании полностью поменялись, их уже не существует, которые были раньше. Вот, при этом клинические исследования, вот когда мы говорим про инновации, такое впечатление, что вот все, что мы можем привести в этот пример реально, это электронный CRF, который как бы, в принципе, то же самое, только в компьютере. Вот. Ну и опросники тоже, да, да, они тоже теперь не бумажные, а электронные. Вот, то есть мы не очень инновационны на самом деле, тому есть причины, да, мы можем рассуждать. С одной стороны, да, мы супер зарегулированы, мы всегда все на это валим, что это очень зарегулированная отрасль. И с другой стороны, судя по всему, это очень богатая отрасль, она может себе позволить не шевелиться так особо, да, с ней спокойно. Но самое главное, как мне кажется еще лично, что мы были очень мало сфокусированы на потребителе, потому что главный клиент клинического исследования, пациент, он абсолютно выключен из нашей парадигмы. И его никогда не спрашивали, что там вообще он думает, как он живет и так далее. В отличие от всех тех индустрий, где они очень жестко завязаны на потребителе. Поэтому то, что сегодня мы будем обсуждать, это история про современные инновации, которые, конечно, с одной стороны драйвятся технологиями, искусственный интеллект, интернет вещей, все что угодно, да, вот все, что вы здесь прочитали, блокчейн, все эти модные buzzwords, они, да, они как бы существуют, и они придут в клинические исследования. Но что для нас важно, это еще и человеческая сторона вещей. Это клиент, ориентироваться на пациента и наши собственные компетенции. То есть компетенции будущего, забегая вперед, мы можем сказать, что они будут отражать драйверы современных инноваций. То есть если драйверы – это данные и клиент, то и наши компетенции, как сотрудников компании в будущем, должны основываться на умении работать с данными, с технологиями и с знаниями наших пациентов. А если есть какие-то вопросы, я просто не читаю вот это, да, и вы… Омики – это все, что… Это как бы остаток слова, например, там геном, да, там геномики, протеомики и прочие всякие персональные, знаете, клеточные характеристики, маркеры и прочее. То есть как бы нас всех расшифруют через некоторое время, да, у нас у каждого ДНК будет где-то там, в какой-то базе данных, и суперперсонализированная медицина с опрецизионным дозированием, лекарства для нас будет внедрена, да, это, конечно, здорово. Вот, да, и мы, как фармкомпании, мы будем продавать больше не лекарства, мы будем продавать исход, клинический исход, выздоровление, да, например. Так, ну и да, вот эта вся история про то, как мы собираемся переписать клинические исследования, основываясь на двух больших вещах. Это данные и это понимание нашего пациента. То есть вместо того, чтобы сейчас какой-то хаос, как бы до клинического исследования никак не структурированы потоки пациентов, потом пациент пытается попасть в клиническое исследование, найти центр, понять информированное согласие, потом лечение – это просто таблетка, да, это не решение для пациента, как, скажем, предлагает Амазон, там, да, например, или Эппл, да, это не решение, это просто таблетка. Там дальше, как ты ее достанешь, что-то с ней будешь делать, вот это твоя проблема. Наблюдение, да, очень неудобно и болезненно. Ну и после исследования пациента мы просто бросаем, потому что, собственно, он нам был нужен как источник данных. И сейчас давайте посмотрим, как мы можем с этим работать, понимая принципы инноваций в клинических исследованиях в будущем. Ну да, значит, я уже сказал, что понятная интрига, как найти пациента для исследования, как найти исследование для пациента, это очень сложно, мы уже это обсудили. Действительно, большая разрозненность данных до сих пор, это не организовано. И есть шанс, что это изменится. Благодаря, например, электронным медицинским картам, которые уже начинают внедряться, и они позволят делать две больших вещи. Во-первых, они создадут возможность анонимно анализировать большие массивы данных, то есть они улучшат эпидемиологическое понимание, и благодаря этому мы сможем мгновенно делать feasibility. То есть искусственный интеллект сможет анализировать огромные массивы данных, имея доступ в эти системы, которые интегрированы друг с другом, скажем, по всей стране, а может быть и во всем мире. И компания всегда будет знать, сколько ей нужно потратить времени, чтобы, например, сделать набор. И она перепишет протокол, если она будет видеть, что она не справляется с таким сложным дизайном. Или, например, сразу лучшие центры будут очевидны, потому что информация будет черпаться из этих источников, и там будет на самом деле видно, сколько пациентов проходит через каждый центр, а не то, чтобы исследователь будет заполнять бумажный или электронный вопросник, но неизвестно, что он там пишет. И благодаря этому, конечно, все станет проще для, будем надеяться, и пациентов, и нас. Ну и кроме того, социальные сети и более эффективный поиск через интернет, это тоже способ выйти на пациентов более быстро. Отказ от плацебо – это станет возможным благодаря, опять же таки, анализу данных средней, обычной, нормальной популяции до вмешательства из электронных медицинских карт. То есть в качестве стандартной терапии мы не будем мучить людей плацебо, мы просто возьмем исторические данные, которые на точно таких же пациентов мы можем подобрать из электронных медицинских карт. Да, посмотрим, как готова к этому Россия. У нас большой потенциал на самом деле. Мы знамениты тем, что в России очень высокий уровень IT. Российские IT-шники работают на весь мир, даже будучи лоцированы в России. Цифровизация обреявлена национальным приоритетом. И ура, ура, у нас даже внедряются электронные медицинские карты, хотя мы уже очень сильно отстали здесь от Европы. Зато, в отличие от Европы, где есть так называемые connectivity issue, то есть разные производители электронных медицинских карт, не факт, что связаны друг с другом. У нас есть идея, что это все будет, как и все у нас в стране, очень здорово объединено, централизовано, на федеральном уровне. Конечно, это круто. Хотя, понятная угроза, вечно висящая над нашим интернетом, это изоляция и вопрос в данном случае с интеграцией с международными системами электронных медицинских карт или вот теми машинами, которые будут делать feasibility электронно, это большая проблема. Если этого не случится, то мы будем просто отрезаны от всего мира, и это плохо для нас кончится, как вы понимаете, в отношении клинических исследований. Включение в исследование. Сейчас притча в языцах – это информированное согласие, на много страниц и так далее, но уже мы видим, что электронные согласия приходят в нашу жизнь. Пока, к сожалению, у нас не отрегулирована законодательно электронная подпись, но хотя бы теми благами, которые приносят видео, как самый популярный сейчас формат для всего, наши пациенты могут пользоваться. И уже есть исследования в нескольких компаниях, которые проведены с электронным информированным согласием, с использованием видео. А видео – это не просто то, что мы можем показать, и ему не надо читать. Видео – это еще значит, что есть интерактив. Он может поставить лайк, мы сможем посмотреть, какие части он пересматривал чаще. То есть мы учимся от того, что интересно пациенту. Пациент может возвращаться и взаимодействовать с этим видео. И, разумеется, для России эта проблема в том смысле, что у нас нет возможности, в отличие от нескольких стран, где это уже разрешено, подписывать согласие электронно. Мы вынуждены показывать ему его на планшете, а потом подписывать бумажку, что, конечно, довольно абсурдно, но хочется верить, что это изменится. И что еще нужно сказать про пациента. Мы все очень плохо знаем наших пациентов. Мы, я имею в виду, спонсоры, но я думаю, что я не сильно совру, если мы вместе с исследователями разделим эту ответственность, потому что уже здесь маленькая песчинка, я бы сказал, полетела в огород. Мы все знаем, как отличаются результаты вопросников, feasibility от тех результатов, которые на самом деле мы видим по набору. Поэтому это часто из-за того, что мы не очень хорошо понимаем, особенно как в России идет пациент, кто ему ставит диагноз, кто ему назначает какие обследования, кто за это все платит, куда он должен прийти или приехать, особенно в регионах, кто потом начинает его лечить, кто его продолжает лечить, кто регистрирует обострение заболевания. Это все очень сложная история, и здесь мы должны учиться, в том числе и у наших маркетинговых коллег, чтобы идти вперед. Да, ну и вот Ксения на предыдущей сессии, панели говорила, что наши прекрасные ГРЛС и clinical trials.gov, никто из них не приспособлен для того, чтобы пациент нашел там себе исследование. Хотя изначально clinical trials.gov задуман именно для этого, для того, чтобы раскрыть перед пациентами те исследования, которые идут. Ну и самая сложная часть – лечение и наблюдение. Пациент, как правило, включился в исследование, он рад, у него появился шанс, но, к сожалению, это исследование может быть довольно сложным для него. Много поездок, визитов, нагруженные протоколы, непонятные вопросники, куча сложных устройств и всего, что не работает. Ему тяжело, безусловно. Как с этим работать? Разумеется, технологии здесь абсолютно играют нам на руку, время работает на нас. Но мы должны быть готовы с точки зрения человеческой, как мы интегрируем эту технологию в свою жизнь. Нам регулятор всегда говорил, что клинические исследования, если о них мыслить более на высоком уровне, они очень слишком сильно, в чем их главная проблема, на самом деле, помимо каких-то претензий к качеству, клинические исследования – это идеальная лабораторная ситуация. В этом самое главное всегда была претензия вообще к рандомизированным плацебо-контролируемым клиническим исследованиям. Это нереальность. В реальности все не может быть так, как в клинических исследованиях, где мы с утра до ночи их контролируем и тренируем. Все это понимали всегда. Сейчас у нас есть шанс, благодаря технологиям, приблизиться к настоящей реальности и сделать наши лекарства и диагностики такими, какие они должны быть для реальной жизни. Благодаря технологиям. Различные приложения, которые устанавливаются на устройства пользователя, bring your own device, то есть тот же самый вопросник, тот же самый счетчик пульса или чего-то – это уже реальность. То есть уже это не так сложно. Можно на iPhone поставить многие приложения такого плана. Следующий шаг – валидировать их для клинических исследований. Ну и прочие wearables, вот эти носимые устройства, которые могут измерять пульс, КГ, все, что хочешь, для того, чтобы пациент не так часто и регулярно ходил к врачу. Это и тяжело для него, и это не настолько ценно с точки зрения медицины. И большой плюс этого еще и в том, что данные получаются digital from source, то есть их не надо оцифровывать, они с самого начала оказываются в базе данных. Их не нужно вносить в первичку, переносить во вторичку, изгружать там еще куда-то, проверять, искать несоответствия и так далее. Они оказываются сразу там, и они оказываются там настоящие, а не то, что кто-то внес. Ну и то, о чем я уже сказал, интеграция электронных медицинских карт и ICRF. Это следующий очевидный шаг. Никто не любил никогда SDV. И с появлением двух электронных систем логично то, что они должны как минимум разговаривать, а возможно и объединиться и стать единой системой. Это уже назревший и начавший свой путь процесс. В частности, мы сейчас тоже как компания пытаемся в этом направлении двигаться. SDV уйдет в историю, в этом нет никаких сомнений. Ну и SDR тоже поменяется. Я не знаю, все, наверное, понимают, что source data verification, то есть проверка первичной документации, за этим стоит аббревиатурой. И точно так же review, просмотр первичной документации будет другим, потому что если первичка будет электронная, это можно будет делать удаленно. Отсюда что следует? Это следует то, что роль монитора очень сильно изменится. Для начала… Да, вы понимаете, то есть какой масштаб изменений для нас, для спонсоров. Опа, что это там мигает? Да, я начал просто на пять минут позже, поэтому я не влезаю, извиняюсь. SDV уходит в прошлое. Работа монитора меняется абсолютно полностью. Но и работа центра меняется очень сильно, потому что монитор будет теперь… Ездит центр не для того, чтобы проверять центр. Концепция работы с качеством изменяется полностью. Качественно теперь нужно будет центр оттренировать, чтобы он с самого начала все делал правильно, потому что исправить уже ничего будет не нужно, как бы не будет повода для ошибки. То есть если он что-то исправил, это уже невозможно будет исправить. Если он что-то сделал не так, это уже невозможно будет исправить. Вот. И монитор будет партнером центра. Центр будет партнером монитора. То есть это более взрослая позиция на равных. Это не позиция контроля, это позиция сотрудничества. И здесь перед нами стоит огромный вызов для того, чтобы с центрами эту работу начать. Ну и что касается России. Для нас, конечно, хорошая новость, то, что в наших огромных расстояниях телемедицина, виртуальные исследования, исследования без клинических центров, это как бы очевидно плюс. Нам не нужно будет колесить по всей стране, тратить кучу денег. И плюс у нас будут инструменты, которые будут позволять контролировать и помогать всех поддерживать онлайн. То есть мы будем больше поддерживать центры, чем сейчас, потому что сейчас мы должны были ездить в них. Теперь у нас будет все больше и больше инструментов, чтобы быть с ними рядом всегда, каждый день 24 часа. И, конечно, врачи, ну и исследователи, должны быть готовы работать со всеми этими технологиями. Это бесспорно. В России это может быть, конечно, проблемой, потому что интернетизация нашей страны гораздо ниже, чем в других странах. И, скажем, даже электронный опросник часто у нас вызывает массу проблем с работой. То не работает интернет, то не работает опросник, то пациент боится опросника. Да, ну и вот самое главное, наверное, на этом слайде – это понимание, что такое качество в будущем. Это радикально другая концепция по сравнению с тем, что есть сейчас. Сейчас мы говорили о том, что качество – это процесс, который мы можем проконтролировать, проверить, когда мы приехали в центр. Мы проверяем, подписал ли он согласие, мы проверяем, уведомили ли они Минздрав, мы проверяем, заполнили ли они логи и прочее, прочее, прочее. Это проверка процессов. В будущем это все не нужно будет делать, потому что согласие будет подписано электронно, и это все будет видно, это машина будет проверять, подписал он его или нет. Или, например, то же самое, все, что выдается, будет регистрироваться в электронном журнале, разумеется, ничего этого проверять не нужно, будет человеком. И уже сейчас мы видим, нас к этому толкает риск-бейст мониторинг, то, что самое главное, это не качество процессов, которое, безусловно, важно. То есть качество процессов, конечно, это основа всего, это фундамент, это абсолютно необходимая вещь. Но что самое главное, это качество данных, потому что исследования проводятся ради данных. И данные – это тот айсберг, тот кусок айсберга, который не видит проверяющий, не видит регулятор, не видим мы, когда проверяем. Мы видим, что стоит подпись под информированным согласием, но мы не знаем, кто это подписал и когда. Мы знаем, что в учете препарата препарат списан, но мы не знаем, к кому ему на самом деле назначили этот препарат. Если мы опираемся только на проверку бумажек, но если мы смотрим на данные, данные нам будут говорить о том, что что-то пошло не так, потому что статистика – неумолимая вещь. И если мы видим, что данные в этом центре или в этой стране отличаются от средних, если они выпадают как аутлайеры, это значит, что в этом центре что-то происходит не так. Мы, может быть, не сможем объяснить, что там не так, но мы точно сможем сказать, что нам такой центр не нужен или такая страна. Поэтому, наверное, не секрет, что многие компании сейчас ставили приезжать в центр с совершенно другими претензиями, чем незаполненные формы. И это претензии до такого плана, как выпадение из статистики по частоте конечных точек, выпадение по частоте нежелательных явлений, это отсутствие активного вещества в плазме крови. Мы все были свидетелем этой большой дискуссии. Это опросники электронные, заполненные после смерти пациента. Это образцы опухоли, которые не совпадают по полу с тем пациентом, который указан в форме и якобы получает лечение. И так далее. Все это выявляет, все это данные, которые не видны при проверках. И перед нами стоит большой вызов, как мы вот эту всю часть айсберга, которая находится под водой, сейчас будем выводить на поверхность. Ну и счастливое будущее после исследования. Сейчас, конечно, пациенты действительно расстроены, когда они выбывают из исследования, потому что у них было много заботы, теперь она закончилась. Конечно, в будущем, если мы ориентируемся на пациента, если мы хотим улучшить имидж клинических исследований, конечно, мы должны вкладываться в то, чтобы пациенты поддерживались. Мы им, как компании, говорим о том, что мы вам больше не будем предлагать таблетки, мы вам предлагаем решения для вашей ситуации. Точно так же и здесь. Мы им предлагаем не участие в клиническом исследовании, мы им предлагаем нечто большее. Мы предлагаем им какое-то решение в их сложной ситуации. Ну и да, после исследования для России, наверное, здесь мы не сильно отличаемся от всего мира, мы хотим, чтобы клинические исследования помогали строить сообщество пациентов. В России сообщества пациентов только встают на ноги. Причем мы должны понимать, что активные пациенты – это новая реальность, это новая норма. Точно так же, как наше гражданское общество созревает, точно так же созревают наши пациенты. Приходят новые поколения, которые совсем по-другому относятся к своему здоровью и к своей вообще роли, к своему месту в этой жизни. Поэтому эти новые активные пациенты, которые будут требовать, которые будут вовлекаться, участвовать в своем лечении, они будут знать, и все прекрасно понимают, доктор-врачи уже сейчас, они хотят второго мнения, они хотят полезть в интернет и спросить. Вот эти новые классы пациентов, социально связанные, они обсуждают в соцсетях клинические исследования между собой. И это тоже очень-очень новые вызовы для нас. И действительно, открытость с нашими пациентами – это тоже то, что мы, наверное, хотим вот в этой переписанной реальности клинических исследований в будущем. Продолжение следует...